Давайте помолимся перед тем, как начнем. Отец, открой наши разумы, наши глаза, сердца, чтобы мы увидели, чему учит нас Твое Слово, чтобы мы поняли те возможности, которые мы имеем, чтобы видеть исцеление и рост в наших жизнях и в жизнях других людей. Отец, благодарим за Твою помощь через Духа Твоего Святого. Во имя Ишуа. Аминь. Аминь. Мы говорим о библейском консультировании или пастырской опеке. Это взаимозаменяемые термины. Поэтому будьте внимательны. Каковы возражения? Каковы возражения в отношении пастырской опеки или консультирования? Касательно консультирования, возражения уникальны. И я тоже очень интересен. Вы имеете в виду объекты, когда вы конфликете что-то? Нет. Что вы имеете в виду объекты? Объекты? Я не говорил ничего о объектах. Я говорил, что я считаю, что, это ведь тоже... Но, но, правильно, вы говорили об объектах. Библинец. Бибüлцерковое объектирование. винです. Извините, объект... Извинем. Извиняюсь, потому что я... Okay, я will explain later, почему я думал объекты. объекты библейского библейского консультирования объекты консультирования они очень уникальны какой конечный результат которого мы хотим добиться в консультировании людей мы хотим чтобы они достигли исполнения своего потенциала как люди мы хотим чтобы они исполняли 10 заповедей или мы хотим чтобы они были похожи на наших любимых проповедников Билли Грэм или Рейнхарда Бонке или мы хотим чтобы они наладили связь со своими эмоциями в основном это объекты именно мирского консультирования там цели весьма размыты но когда мы рассматриваем то что говорит нам Писание мы видим что конечная цель это заключается в том чтобы люди были похожи на Ишу и Мессию и сейчас я хочу чтобы мы рассмотрели тексты которые помогут нам понять как достичь этих целей я хочу чтобы мы также рассмотрели библейские концепции и слова которые если соединить вместе формируют картину библейского консультирования первый объект консультирования это изменение или преображение 2 Коринфянам 3.18 Итак все мы с непокрытыми лицами видим словно в зеркале славу Господа и преображаемся в Его образ от одной степени славы к следующей посредством Адуная Духа то есть Павел говорит что одной из целей этого преображения стать все больше и больше похожим на Ишу и это совершается посредством Духа Дух Святой изменяет нашу жизнь наши собственные жизни и также тех людей которым мы пытаемся помочь Итак цель заключается в том что когда мы смотрим на Ишу и позволяем Духу Святому действовать в нашей жизни мы станем все больше и больше похожими на Него Слово которое переводится как преображаемся преображаемся в Его образ это слово в греческом является сочетанием двух греческих слов мета которое подразумевает перемену и морфе и морфе что значит форма и отсюда появляется слово метаморфозис то есть это процесс перемены которые происходят и смысл этого слова говорит о том что это перемена внутренней природы которая выражается посредством измененного характера и изменения поступков и поведения нам особенно нужно помнить в отношении консультирования что мы никогда 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 не сможем изменить внешние признаки человека и это повлияет на внутренние изменения я не могу в достаточной степени сделать акцент на этом но многие люди пытаются произвести перемены в других путем влияния извне например создаются правила и какие-то рамки ставятся и нам кажется что если мы установим эти правила то придут перемены то есть таким образом просто будет как бы внешние внешние изменения или внешние признаки того что все происходит в рамках приведу один пример я думаю что он как раз показывает то что я пытаюсь вам донести например отец берет сына в церковь и они сидят сзади и ребенок становится на стул или на скамью чтобы видеть что происходит и отец поворачивается к нему он немного расстроен и говорит сядь и мальчик говорит нет и отец снова повторяет сядь но мальчик говорит но я же не вижу ничего отец снова повторяет сядь мальчик говорит нет поэтому отец ставит руку на плечо мальчика и усаживает его. Мальчик поворачивается к отцу и говорит, внешне я сижу, но внутри я стою. И мы иногда делаем вещи какие-то, чтобы подходить под внешние правила. Но внутри не произошло никакой перемены. И мы делаем что-то, потому что так приемлемо в той среде. Но в консультировании и заботе друг о друге мы пытаемся совершить внутреннюю перемену, которая будет постоянной переменой, которая останется навечно. Еще раз повторю. Этот стих, который мы прочитали, он делает акцент на внутреннем изменении природы человека, что внешне выражается в характере и поведении. То есть, человек начинает совершать определенные вещи, потому что у него есть внутренняя мотивация. Еще кое-что скажу. Вы еще не как Ишуа. Если вы так думали о себе, то извините, что вас расстроил. Но Божья цель заключается в том, чтобы мы стали как Он. Если вы советник, или вы занимаетесь определенными, чем-то связанным с консультированием, тогда ваша задача сотрудничать с Духом Святым в том, что Он делает в жизни других людей. В следующей части я расскажу о некоторых наблюдениях очень интересных, которые касаются этого взаимодействия. Мы должны быть на одной волне с Духом Святым, чтобы сотрудничать, чтобы получить хороший результат. Второй объект. Римлянам 8, 29. Римлянам 8, 29. Поскольку тем, кого Он заранее знал, Он предопределил преобразоваться по образцу Своего Сына, чтобы Он мог стать первенцем среди многих братьев. То есть, второй в этот момент это именно преображение. Первое было изменение, второе преображение. Слово, которое здесь используется. Can you repeat the word, please? Okay. Сомморфозо. Сомморфозо. And it is to have the same form as another. То есть, переводится оно как иметь такую же форму, как другая личность. So once again, it is referring to that change, which makes us more like Yeshua. То есть, другими словами у нас происходит перемена, которая делает нас похожим на Ишуа. Еще один образ, слово, которое здесь используется, это слово образ. Икона. Icon. It is the same as the icon. Okay? То есть, икона. In this context, though, it contains two ideas. И это слово подразумевает две идеи. Representation. Представительство. And manifestation. То есть, представление и проявление. Okay? It does not carry the idea of perfection. Но это слово не несет значение стать идеальным. Okay? In our context, it represents, sorry, in our context, Yeshua then represents who we are to be like. То есть, Yeshua в этом контексте является тем, кем мы должны стать. И образцом нашего поведения. You could say, in other words, He becomes our example. То есть, Он становится нашим примером. What we need to look at. На который нам нужно взирать. Okay? We can conclude that the objective of biblical counseling нам нужно, то есть, отсюда вывод, что объект библейского консультирования is to guide people to be like Yeshua. привести людей к тому, чтобы они стали как Yeshua. Okay, if I'm counseling someone, my objective is not to make them all little Rodgers. Если я консультирую людей, то моей целью не сделать их еще одними Rodgers. That would probably be the worst thing I could do. Это самое худшее, что я могу сделать. Но я должен и хочу сделать их похожими все больше на Yeshua. То есть, ваша цель не сделать их похожими на вас или на кого-то другого. But your objective is to bring them into that relationship where they in a relationship where they can be transformed to be like Yeshua. Но ваша цель сделать так, чтобы они преобразились в образ Yeshua. This makes Him the ultimate end of our counseling process. То есть, Он является окончательной целью нашего консультирования. And one thing we need to remember is that that process will not be completed in this lifetime. И нам нужно при этом понимать, что этот процесс преображения не окончится в нашем земной жизни. But that should not discourage us. Но пусть это нас не разочаровывает. Okay, sometimes you, if you feel that the goal that you're aiming at is unattainable, then you could give up and say, okay, what's the use? You have to avoid that in yourself, but also in the one that you're trying to help. what's the use of it? The idea is to complete that process as much as you can. цель заключается в том, чтобы завершить этот процесс настолько, насколько мы можем. Okay, it was like when I was at school training to be an engineer, we would be given a project to make something. And we were given a certain amount of time. Now, the teachers knew that we could never complete that project in that given time. But the object was to see how far could we get in the time that we were given. Here it's the same thing. How much can we become like him? цель, насколько ближе мы можем стать к нему, насколько чтобы мы все больше были похожи на него. Okay, the next objective — completeness. это завершенность. In Colossians 1, 28 and 29, Paul confirms that his ministry involved the following. Павел говорит, что в его служении включены следующие моменты. And we proclaim him, admonishing every man and teaching every man with all wisdom that we may present every man complete in Messiah. And for this purpose also I labor striving according to his power which mightily works within me. Мы со своей стороны провозглашая о нем предостерегаем смело наставляем каждого со всякой мудростью, чтобы представить каждого человека как достигшего. И вот здесь вот это слово завершенного или ну завершенного именно, то есть полноценного в единстве с Мессией. Именно для этого я усердно тружусь, направляя на это все свои силы, которые он во мне столь могущественно пробуждают. То есть видите, да, Павел здесь говорит вот моя цель. Насколько возможно я должен сделать полноценными тех, кого Бог мне дал. Настолько, насколько это возможно. И сюда включается духовная зрелость и what was the first? спасение и духовная зрелость тех, кому он служит. Духовная зрелость подразумевает то, что, опять же, мы преображаемся в образ Мессии. Направление мы поняли. и конечный пункт нам известен. Следующий объект или следующая цель Он описан конкретно в двух заповедях и касается любви между верующими. Марка 12, 30, 31. И люби Адоная Бога твоего всем своим сердцем, всей своей душой, всем своим разумением и всей своей силой. И вот вторая люби своего ближнего как самого себя. Галатам 5, 6. Мы видим дополнение. Когда мы в союзе с Мессией Иешуа не имеют значения обрезаны мы или нет, истинное значение имеют доверие и верность проявляющуюся в любви. И также с 13 по 15 стих. Ибо вы, братья, были призваны к свободе. Только пусть эта свобода не станет поводом для того, чтобы позволить своему старому естеству добиться своего. Лучше служите друг другу в любви, поскольку суть всей Торы можно выразить в одном предложении. Люби ближнего, как самого себя. Если вы живы, по-прежнему гневно спорите друг с другом и разрываете друг друга на части, берегитесь, иначе вы можете погубить друг друга. Итак, одна из целей консультирования — показать любовь. И из своего опыта могу подтвердить, что если мы не имеем любви к человеку, которого мы консультируем, вы не сможем достичь ни одной цели. Если вы хотите вести консультирование, человек должен вам доверять. Because otherwise they are not going to share what is really going on inside their heart. Иначе они не расскажут о том, что происходит внутри. Counseling also is a very... How do I put this? In counseling, you need to be a confidant. Do you get what that is? Someone you can confide in, someone you can trust. То есть, должно быть доверие. Должен быть человек, который консультирует, он должен иметь доверие. And that's why it's also very important in the counseling process. Поэтому это очень важно в процессе консультирования. Важно то, что люди вам говорят. Что то, что они говорят, оно остается между вами. Вы не говорите об этом с другими людьми. Мы с женой часто проводим совместные консультации. То есть, мы как бы распределяем вот эту нагрузку. Но также у нас есть отдельное консультирование друг от друга. И мы не рассказываем друг другу, что там было. Потому что это между нами. Между нами и теми людьми, кого мы консультируем. Если эта уверенность, она нарушается, этот человек больше никогда не будет доверять вам. Я могу вам сказать из личного опыта. И тогда вы утратили возможность помочь. Итак, нужно любить людей. Следующая цель. Праведность и святость. Сейчас мы рассмотрим очень важное местоописание, которое поможет понять эту тему. Теперь мы будем идти к Ефесянам 5. И мы сначала посмотрим на 22-24. С 22 по 24 стих. Рогер, did you say Ефесянам 5? Нет, я говорил в Ефесянам 4. Извините. Ефесянам 4, 22-25. Хорошо, Ефесянам 4, 22-24. А потому, что касается прежнего образа жизни, вы должны избавиться от своего старого естества, поскольку оно полностью разложилось из-за своих обманчивых похотей. Ваш дух и ваш разум должны постоянно обновляться. Облекитесь в новое естество, которое сотворено для благочестия и проявляется в праведности и святости, проистекающих из истины. Поэтому, отвергнув ложь, говорите правду каждую ближнему своему, поскольку мы, все мы тесно связаны друг с другом, словно органы одного тела. Павел здесь говорит о том, чтобы снять с себя определенные вещи, то есть избавиться от определенных вещей и облечься в другие. И этот процесс подразумевает обновление разума. Слово «обновление» на греческом звучит как «ананео». И одно из его значений — это повторение, усердие, и кардинальная перемена, то есть разворот. Это части этих целей. Потому что необходимо повторять определенные вещи, не бояться этого. Иногда меня люди обвиняют в том, что я очень часто повторяю одно и то же, но я говорю, возможно, ребята, вам это нужно просто. Потому что нам постоянно нужно понимать и повторять, что Бог хочет, чтобы мы достигли в наших жизнях. Здесь также включена идея о том, что нам нужно развернуться на 180 градусов. Потому что с другой стороны там должно быть обновление и свежесть. Поэтому нам нужно избавиться от того, что не приносит пользу, от того, что не действует. и заменить их свежими новыми вещами, которые приносят пользу. Если мы соединим эти вещи вместе, тогда получается, что вместе с этим повторением и разворотом мы будем содержать постоянно наше сердце в свежести и обновлении. в силе Духа Святого и Слово Божьего. То, что в вашем разуме, оно проявится в итоге в вашем поведении. Каков человек в сердце его, таков и он. И это нельзя изменить. Можно попытаться спрятать это, но все равно это станет явным. Библейское учение о целях консультирования говорит об определенных категориях, которые нужно изменить. Можно взять определенные вещи, от которых нужно избавляться. Из 4 главы Ефесян. С 17 по 21 стих. Эти стихи идут перед тем, что мы только что читали. Хорошо? Давайте поговорим об этом сейчас. Поэтому я говорю и даже настаиваю, будучи в союзе с Господом, чтобы вы не жили больше так, как живут язычники. То есть, первое, что здесь говорится, что мы должны быть в единстве с Ешуа. Амоса 3.3. Разве пойдут двое, не сговорившись? И логический ответ — нет. И логический ответ — нет. Если вы хотите идти с Ешуа, вам нужно научиться договариваться и соглашаться с Ним. А не спорить с Ним. Хотя это часто мы делаем. Второе, мы больше не должны жить так, как живут язычники. И если говорить, сравнивать это с современным обществом, то язычники, по сути, это те, кто просто не верит в Бога сегодня. И наша цель — не быть измененными миром, но изменить мир тем, что мы делаем. И это очень важный аспект. Особенно в это время. Когда я смотрю на тело Мессии в разных местах, я вижу, как люди преображаются в образ этого мира. Так много вещей происходит в теле Мессии, которые не принадлежат телу Мессии. Но мы их принимаем. И мы перестаем быть радикальными. Мы не боремся с этим. Мы не боремся за образ жизни по Писанию. Мы принимаем мирской образ жизни. Это должно измениться. Это правда для каждого из нас. Но если мы хотим помочь другим, это должно быть, еще раз повторю, правдой для нас, правдой жизни, но также правдой жизни для тех людей, которые хотят измениться и обращаются к нам за помощью. Восемнадцатый стих. Их разум помрачен, они чужды жизни в Господе по причине собственного невежества, которое в свою очередь проистекает из неповиновения Божьей воли. Я не хочу, с другой стороны, говорить, что мы ничему не можем научиться у этого мира. Но нам нужно быть осторожными. Потому что здесь написано, что их разум помрачен. Каков источник их разума? Их источник их разума это не жизнь в Боге. Это жизнь, на которую влияет дьявол. Также здесь написано, что они не имеют жизни в Господе или жизни Господа. А мы нуждаемся в том, чтобы иметь жизнь Мессии внутри нас. Живую воду. Свет жизни. Здесь написано, что они невежественны. В чем их невежество? Часто оно заключается даже в том, что они не верят, что Бог существует. Что Он творец. И они невежественны в понимании жизни, которую дает Бог для своих целей. И они противостоят Божьей воле. Окей? Девятнадцатый стих. Они стали бесчувственными, предавшись плотским удовольствием, занимаясь всяким нечестием с ненасытностью. Думаю, что не стоит особо разъяснять это, если мы смотрим на сегодняшний мир. Все эти аспекты, они очевидны. Достаточно даже по городу пройтись и посмотреть на рекламу. И что мы видим? Секс и сенсуалития. Секс и сенсуалития. То есть, мы видим только сексуальность в качестве рекламы. Я на самом деле никогда этого не мог понять. Когда, например... Когда люди отправляются, например, на автошоу, почему на автошоу девушки, которые едва одеты, они сидят на автомобилях? Как это связано с моим желанием купить машину? Если я куплю машину, я же не получу эту девушку в придачу. Зачем это? Как раз по той причине, которая здесь описана в этом отрывке. The whole thinking of the world has gone to come around this idea of sensuality. Вот эта... Сама идея этого мира, она заключается в разворачии. When I'm going to buy a car, I'm interested in how much it costs. Когда я хочу купить машину, меня интересует, сколько она стоит. How much it's going to cost me to keep it. Сколько будет стоить ее содержание. And then I may be interested in how fast it goes. И, возможно, я буду еще заинтересован в том, какая у нее максимальная скорость. Okay? Those are the practical things. Это практические вещи. But we've moved so far in this day and age from all of these things. They practice in purity and always greedy for more. Они, предавшись плотским удовольствиям, занимаясь всяким, нечестьем, с ненасытностью. Разве это не описывает современное общество? Описывает на 100%. Перерыв и потом продолжим.